Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире о том, чем жила Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Последний путь. Водитель автобуса пытался спасти жизнь пассажиру. Докхантеры разбушевались в Куйбышском районе. Неизвестные травят собак и кошек. Расследование программы. Осторожны дети. Прокуратура проверит все школьные автобусы на соответствие новым правилам перевозок. Дорогие дороги. На ремонт и строительство магистрали Самарии в этом году потратят 2 миллиарда рублей. От благотворителей и защитников отечества до многодетных отцов-одиночек в Самарии выбрали мужчину года. Тревожный рейс в Самарии. Причину гибели человека в автобусе 37 маршрута установит экспертиза, после проведения которой и будут официальные комментарии. Напомню, накануне вечером одному из пассажиров стало плохо. Водитель не растерялся и направил машину в сторону ближайшей больницы. С людьми, которые в трудную минуту пришли на помощь больному, встретился Олег Зверев. Это был, пожалуй, самый тревожный рейс за все время работы, рассказывает водитель 37-го автобуса Денис Трифонов. Внезапно одному из пассажиров стало плохо. 43-летний мужчина вошел в салон возле филармонии, оплатил проезд и сразу направился к выходу. Но тут пассажиры заметили, что он побледнел, а потом и вовсе потерял сознание. Пассажиры, кондуктор начали вызывать скорую, но то ли телефон никто не брал, то ли занят был. В общем, никак не дозванивались мы. И решили, так как дорожная клиническая больница была, грубо говоря, в трех остановках, решили, пока продолжить движение, в надежде на помощь, что там окажут ее. По инструкции, в такой ситуации положено остановиться, вызвать скорую и полицию и ждать на месте. Но водитель решил немедлить, чтобы не терять драгоценное время для спасения больного. И направил машину без остановок в сторону ближайшей больницы. Пассажиры отнеслись к этому с пониманием, все пытались помочь, но, к сожалению, спасти человека не удалось. Подъехали к больнице, потом пассажир побежал быстрее вызывать врача. Мы все это время находились в салоне. Потом он прибежал без врача, то есть не знаю там, что ему ответили, мы как бы не в курсе. Потом пошли еще человек пять в больницу, чтобы все-таки кто-то пришел на помощь. Побежали, потом уже пришла врач, то есть мы ожидали врача, она пришла, прослушала, и с ней пришла медсестра, или кто-то, мы не знаем. Вот они начали прослушивать и сказать, что он уже мертв. Медики и полицейские пока воздерживают от комментариев, ожидая окончательных результатов экспертизы. Чтобы установить точную причину смерти, необходимо время. Но уже ясно, что и водители, кондукторы, пассажиры сдали, может быть, самый важный в жизни экзамен. На благородство и чувство ответственности за тех, кто находится рядом. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, События. Все школьные и экскурсионные автобусы, которые возят детей в Самарской области, проверят на соответствие новым стандартам. С этого года изменились правила перевозки. Транспорт должен быть не старше десяти лет. Обязательно наличие тахографов и систему спутниковой навигации ГЛОНАСС. Сколько машин не соответствует нормам, региональная прокуратура озвучит в феврале. Внимание надзорного ведомства к этому вопросу приковано после трагического случая с автобусом, перевозившим детей в Антамасийском автономном округе. Под пристальным контролем и другие аспекты соблюдения законов в отношении детей и подростков. Всего за прошлый год прокуроры выявили более 22 тысяч нарушений законодательства в этой сфере. Масштабную проверку провели и в медицинских учреждениях региона. В частности, нашли нарушения при предоставлении бесплатных лекарств для детей до трех лет и для детей из многодетных семей в возрасте до шести лет. Немногие родители вообще знают о такой льготе. Медицинские организации обязаны на стендах информационных доводить эти сведения до родителей, которые приводят детей за оказание медицинской помощи в медицинские учреждения. Выявлялись факты, что просто эта информация не размещалась. То есть родители, когда идут на прием, они просто не знают об этом. Соответственно, им также эти бесплатные лекарства не предоставлялись. Расходы на содержание управленческого аппарата в Самарской области сокращаются. Принято решение о том, чтобы еще на 10% уменьшить зарплату чиновникам. По сокращению попадают также неэффективные штатные единицы, автопарк и часть муниципальных учреждений. Сегодня об этом говорили на совещании, которое провел губернатор Николай Меркушкин. Оптимизация расходов на власть может принести региону почти 3 миллиарда рублей доходов. Мнение выслушал Олег Зверев. Почти 3 миллиарда рублей дополнительно может сэкономить Самарскую область, сократив расходы на содержание управленческого аппарата. Об этом сегодня говорили на совещании с главами муниципальных образований, которые провел губернатор Николай Меркушкин. О необходимости оптимизации властных структур глава региона не раз говорил в ежегодном послании. Речь идет о тех случаях, когда многие ведомства дублируют друг друга, а работают в них друзья, сватья и кумовья. Такая ситуация приводит к тому, что в Самарской области тратится на содержание власти больше, чем у соседей. Хотя эти деньги могли бы пойти напротив на повышение эффективности работы власти. Мы тратим на управление около 8 миллиардов рублей. Тратили почти 11. Нам надо как минимум в ближайший год, в ближайшее время еще на 3 миллиарда сократиться. Поэтому оптимизация качества в итоге госслужащих и, как главный итог, эффективность власти. Потому что это базовые условия развития. Деньги, необходимые на социальные программы и строительство важных объектов областной исполнительной власти, сокращения уже прошли, равно как и в целом ряде муниципалитетов. В администрации губернатора разработаны рекомендации для глав городов и районов при формировании штатных единиц. Причем сокращения не коснутся учреждений образования, культуры, спорта, а также многофункциональных центров оказания госуслуг. Максимальный объем расходов на муниципальное управление на 2017 год будет доведен сегодня до каждого муниципального образования индивидуально. На основании этой информации органы местного управления должны представить планы по сокращению расходов до 6 февраля 2017 года. Таким образом, в целом, по Самарской области сокращение расходов на государственное муниципальное управление составит не менее 2 миллиардов 870 миллионов рублей. Сегодня говорили и о других резервах пополнения бюджета, которые пока в Самарской области используются недостаточно. В частности, речь шла об акцизах на алкоголь. Регион пока в числе отстающих, и это говорит о наличии мощного теневого рынка нелегального спиртного. Кроме того, более эффективными должны стать и меры социальной поддержки граждан. В 2016 году на это было потрачено более 19 миллиардов рублей. Из них только 4 миллиарда с учетом нуждаемости. Хотя именно этот критерий должен становиться основным при начислении выплат малоимущим. Причем размер этой поддержки может быть увеличен за счет того же сокращения властного аппарата. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. Более 2 миллиардов рублей на ремонт самарских дорог планируют направить в этом году. В дорожный сезон завершат старые объекты и начнут новые. Стартует масштабный ремонт мостового комплекса «Южный» и путепровода «Аврора». Кроме того, будет продолжена реконструкция заводского шоссе. В прошлом году здесь начались работы по выносу и замене инженерных коммуникаций. 164 миллиона рублей направят на ремонт дорог картами. Более 130 миллионов пойдут на ремонт дворовых проездов. Кроме того, самара претендует на получение денег из федерального бюджета. Напомню, в 2016 году на ремонт городских магистралей без учета улиц Новосадового и Московского шоссе из бюджета всех уровней было направлено чуть более 2 миллиардов рублей. В предыдущие два года конкурсные процедуры завершались достаточно рано, отметил глава города Олег Фурсов на общеградском совещании. И подрядчики успевали все сделать вовремя. В этом году также следует сократить сроки всех подготовительных процедур. Надо мартом все разыграть, определить график временной, когда на какой дороге, кто приступает работать с победителем, с тем, чтобы не создавать неудобства дополнительных из-за логистики гражданам. И максимально выполнить в летний период эти работы. В Самаре изменилась плата за детский сад. Сколько теперь нужно будет платить родителям, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! В конце недели нефть так и не превысила отметку в 56 долларов за баррель. За одну бочку марки Brent дают 55 долларов 50 центов. Валюта дорожает. Курс доллара 60 рублей 31 копейка, евро 64 рубля 34 копейки. Золото стоит 2284 рубля, серебро 32 рубля 46 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллара можно было купить за 61 рубль, дороже всего продать за 60 рублей. Росстат рассказал, где на Руси есть дешево. Самый дорогой минимальный набор продуктов на Чукотке – больше 9 тысяч рублей, а самый дешевый – в Курской области – порядка трех тысяч. Застройка бывших промышленных зон Самары может обеспечить городу до 2,5 миллионов квадратных метров жилья, на которых смогли бы поселиться 100 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства. В Самаре изменилась плата за детский сад. Теперь родители будут отдавать 150 рублей в день. В эту сумму входят затраты на питание – 134 рубля, и иные затраты – 16 рублей. На этом все. Удачи в делах! Жители Самары ищут док-хантеров. В Кубышевском районе неизвестные травят кошек и собак. От рук живодеров уже погибли свыше десятка животных. Люди уже боятся выпускать на улицу своих питомцев. Эксперты уверены, яд, который отравители подсыпают в пищу четвероногим друзьям человека, может быть губительным и для людей. Алина Чемерис провела расследование. Вот он, вот он красавец мой. Да, 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 да. Больше никуда тебя не выпускать не буду. Дружелюбный ушастик теперь подпускает к себе только хозяина. На днях собаку отравили. Михаил своего четвероногого друга чудом сумел выходить. Рассказывать животное приютил недавно. Сейчас пёс живёт в сарае, который мужчина подлатал специально для своих питомцев. А их было немало. Ушастик уже шестой. Других собак тоже отравили. Животные мучительно умирали на глазах у всего двора. Палки вот такие вот с рук. Палка вот такая вот. Перегрызают палку от боли. Мучится. У меня вот Найда была такая хорошая собака. Вообще плакали тут многие ходили. Взяли и отравили. С детьми дети на коляске берёт. На санках берёт. Она хорряжается и тянет санки. Катались дети. Ну кому это надо было. Теперь делится Михаил. Он очень боится. За ушастика и на ночь запирает. Но питомцы Нелли Прилипской меры предосторожности не спасли. Вот вольер у нас стоял. Вон там вольер. Сидела собачка. Мы кормили её. Ухаживали за ней. А её отравили. Мы просыпаемся. Она умерла. Ночью это всё делают. И местные люди наши делают это ночью. Естественно отравляют. Кто же ещё. Не будут же люди чужие идти их и травить. Не находит себе места и хозяйка маленькой Боньки. Раньше, говорит Наталья, собака спокойно гуляла во дворе. У меня вот сейчас кота два дня нет. Переживаю. Страх как дымка. У меня уже три года. Это два года. Ой, добрый. Ольгу аж прям до переезда провожала. Звонит мне Наталья. Своя собака пошла меня провожать не забудется. Домой, говорю, придёт. Домой, мой хороший. Про себя говорю. Жители рассказывают, животных травят не первый год. Люди даже предположить не могут, кому они помешали. Мы как бы дружно начинаем, естественно, бороться с этим. Как бы вообще хотим поймать этого человека, чтобы наказание он за это принял, потому что это невозможно. Каждый день то кошечки умирают, то собаки умирают. Самарские зоозащитники уверены, жестокость к животным может стать проблемой и для людей. Ядом, который докхантеры подсыпают в еду собакам и кошкам, могут отравиться дети. Надо писать, на центральную городскую станцию на Фатеева звонить, причём она круглосуточная. Они должны выехать и взять на экспертизу, потому что это предоставляет опасность для людей. Да, такие случаи уже были. Мы на Мехсавоте определяли вещество, оно было запрещено ещё в 70-х годах. Раскидано рядом со школой, на детской площадке. После этого оно сохраняется в почве больше десятка лет. Уголовный кодекс, там и так достаточно жёстко для этих дел статья существует уже. Поэтому как-то её дополнительно ужесточать, на мой взгляд, нет смысла. Лучше разграничить и, например, сделать зависимость, что если, условно говоря, дважды попался на административке, то дальше уже уголовное. Первый раз попался, 5 тысяч штраф, второй раз попался, 10 тысяч, третий, ну извини, уже уголовная ответственность. Сегодня за жестокое обращение с животными-живодёром грозит штраф принудительной работы или лишение свободы сроком до двух лет. Жители домов на улице Ильтонская уверены, отравители попадут в руки правосудия. Алина Чемерис, Константин Головин, Григорий Плешаков. События. Далее, коротко о других событиях дня. Суд заменил Сызранскому Тайсону ограничение свободы на реальный срок. Виталий Кондратенко стал печально знаменит после того, как в интернете широко разошлось видео, на котором запечатлено, как на кассе одного из сызранских супермаркетов он ни с того ни с сего бьёт с разворота пенсионерку кулаком по лицу. Вскоре подозреваемого задержали, но внятно объяснить свой поступок мужчина не смог. Суд признал Кондратенко виновным и назначил ему 14 месяцев ограничения свободы. Но Кондратенко неоднократно нарушал условия отбытия наказаний, потому было принято решение поменять ему меру пресечения. В Самаре работает горячая линия по вопросам противодействия коррупции. Если вы столкнулись с фактами проявления этого вида преступления, оставьте сообщение на телефон горячей линии, который вы видите на экране. По представленной информации, администрации городского округа Самара будет проведена проверка. В Самаре может появиться городская электричка. Этот вопрос был задан на встрече мэра города Олега Фурсова и главы Куйбышевской железной дороги Рашида Сайбаталова. Электричка может связать станции Ягодная, Пятилетка и Красный Крежок, что особенно актуально в преддверии Чемпионата мира по футболу. Учитывая, что Самара достаточно активно развивается, строятся новые районы, перед властями стоит задача улучшения транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом. Женился гражданство Раде. В отрадном суд признал фиктивным брак азербайджанца и россиянки. Приговор в законную силу еще не вступил. По версии прокуратуры Самарской области, мужчина женился в июле 2016 года. При этом он никогда не жил с супругой. Как выяснили стражи порядка, целью брака было получение разрешения на временное проживание. В дальнейшем же мигрант хотел получить гражданство России в упрощенном порядке. Эти факты выявило назорное ведомство во время проверки граждан на соблюдение миграционного законодательства. В Самарской области из-за морозов до конца января объявили штормовой предупреждение. Синоптики региона предупредили о том, что до конца месяца местами ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 9 градусов и более. Днем с пятницы 27 января по воскресенье 29 января температура воздуха будет колебаться в диапазоне от минус 15 до минус 20 градусов. Ночью столбик термометра опустится до минус 24, при прояснениях до минус 30 градусов. В пятницу и субботу ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. В воскресенье осадков не будет. В понедельник 30 января в 9 утра в Самаре стартует первая волна приема детей в первый класс. В ней участвуют только те, кто проживает на территории, закрепленной за школой. Узнать, к какому учебному заведению относится дом, можно на сайте Департамента образования. Заявление нужно подавать до 1 июля. После начнется вторая волна приема детей, не проживающих на закрепленных за школой территориях. Как и в прошлом году, прием будущих первоклассников будет проходить в электронном виде через интернет. Чтобы подать заявление, необходимо зарегистрироваться на сайте Госуслуг, затем заполнить форму заявления на портале образовательных услуг. В течение трех рабочих дней после этого нужно обязательно прийти в школу с документами, свидетельством о рождении, о регистрации ребенка и паспортом родителя, и подтвердить свое заявление. Записан ли ребенок в первый класс, можно узнать в течение семи рабочих дней. Если кто-то из родителей, особенно опекуные бабушки, дедушки не справляются, они могут прийти в школу, и там специально отведенный помощник поможет им с документами, все так же в электронном виде направит. Это про них поют, папа может, все что угодно, и про них говорят крепкое мужское плечо. Сегодня в Самаре наградили самых достойных представителей сильного пола премии «Мужчина года». Эту премию впервые вручали в прошлом году, и теперь она стала доброй самарской традицией. О настоящих мужчинах расскажет Андрей Горкуленко. Они скромно поднимаются на сцену, не требуя лишних оваций. Получают награду и, немного стесняясь и смущаясь, слушают торжественные речи о себе. Потому что для этих мужчин привычнее работать, помогать другим, приносить пользу, оставаясь в тени. У Василия Милованова в подчинении почти 700 сотрудников. Поликлиника под его началом имеет высокие показатели в работе. На просьбу открыть секрет успеха отвечает без лишнего пафоса. Для этого, наверное, надо хорошо, много и честно работать. Акция – это замечательно, награду эту получать очень приятно, тем более, что в определенной степени это и неожиданно. И любому мужчине, наверное, приятно получить награду от «Союза женщин». Ответственность, надежность, бескорыстность и, конечно же, ум – вот качество, на которое обращает внимание жюри в лице Самарского «Союза женщин». Именно они и запустили акцию «Мужчина года», которая становится приятной традицией. Почетный титул сегодня получили 24 представителя сильного пола за родительские успехи и профессиональные заслуги. Самых достойных выбирали в номинациях «Лучший руководитель», «Профессионал года», «Мужчина-благотворитель», «Мужчина-защитник» и «Мужчина-глава семьи». Мы чествуем мужчин, которые являются руководителями предприятий и организаций, которые лечат, учат, которые являются меценатами, которые воспитывают детей, которые занимаются общественной деятельностью. То есть те люди, которые хорошо работают на своих предприятиях и вносят частичку добра в жизнь людей, в жизнь города, ну, соответственно, и всей нашей области. Подобных премий в других регионах России нет. Самарская область первой стала отмечать настоящих мужчин. Организаторы уверены, что как и победители акции являются примером для своих товарищей, так и 63-й регион станет образцом для всей страны. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Самарские тайны российского кино. В Самаре состоялась презентация книги писателя Владимира Плотникова. В издании собрано свыше 200 историй о судьбах и творчестве наших земляков, чьи имена и роли стали визитной карточкой отечественного кинематографа. Книгу уже называют «Энциклопедия кино». Ждать ли продолжения, знает Алина Чемерис. Книга о знаменитых самарцах, прославивших российское кино, начинается с портрета легендарного профессора Мариарти в исполнении актера Виктора Евграфова. О том, что его любовь к кино отразится в литературе, писатель Владимир Плотников сначала и не думал. Несколько лет назад, рассказывает, начал публиковать очерки о российском киноискусстве в интернете. Объединить их в книгу посоветовали коллеги. На доработку ушло около трех месяцев. В результате получилось издание, в котором собрано 230 имен. Я старался передать в авторской интонации почерк этих людей. То есть, если я писал о Гашике, то здесь ироническая какая-то составляющая есть. Допустим, о Смехове, то там что-то мушкетерское, Смехов, Этиграла Тоса. Он тоже свою карьеру начинал в нашем театре. Варвару Попову сегодня мало кто вспомнит по имени, но увидев ее портрет, легко узнает бабушку из всеми любимой сказки Морозко. Родилась она в Самаре, была любимой актрисой великого Евгения Вахтангова. На соседних страницах очерки о судьбах Владимира Высоцкого, Аркадия Гайдара, Эльдара Рязанова. По мнению экспертов и первых читателей, книга может стать настоящей энциклопедией кино. Для меня там очень много нового. Чувство глубокой гордости и уважения за наш самарский край. Что на маленькой планете Земля существует такой большой город, люди которого прославили этот город далеко за его пределами. Я думаю, что это знаково. И, наверное, все самарцы с удовольствием полистают, почитают и познакомятся, и удивятся, сколько много самарцев прославили себя на экранах российского кино. Это потрясающая книга открытий. Она вроде и киноэнциклопедия, но одновременно она авторская такая киноэнциклопедия. Она очень эмоциональная. Это уже не первая презентация книги «Самарские тайны российского кино». Многие из тех, кто пришел на творческую встречу, уже с ней знакомы. Я много книжек смотрела по самарскому кино, несколько. Вот это самая такая фундаментальная книжка. Большое ему спасибо. Приятно очень, что такая книга появилась у нас. Владимир Плотников делится. Планирует издать продолжение книги. Уже собрано около 30 историй, которые войдут во второй том. Алина Чемери с Артем Сулайманов. События. Чтобы стать чемпионом в любом виде спорта, сначала надо заняться физкультурой. Так считает наш спортивный обозреватель Сергей Кизоркин. Его новости спорта тому в подтверждение. Здравствуйте. Я Сергей Кизоркин. И значит вы смотрите «Самарские новости спорта». Крылья Советов продолжают подготовку ко второму кругу чемпионата страны по футболу. Хоккейная «Лада» в следующем сезоне продолжит выступать в континентальной хоккейной лиге. В Тольятти пройдет чемпионат мира по зимним видам парусного спорта. Самарская фехтовальщица третья на этапе Кубка мира. Самарская шпажистка Виолета Храпина завоевала бронзу этапа Кубка мира. В Барселоне Испания сборная России в 1-8 финала обыграла Германию 32-23. В следующем круге сдалась Польша 45-32. В полуфинале сильнее оказались истонки на один укол. А в матче за бронзу российские шпажистки одолели команду Франции 45-38. Тольятти готовится принимать чемпионат мира по зимним видам парусного спорта. Соревнования в России пройдут во второй раз и впервые в Самарской области. В программу выступлений вошли зимний виндсерфинг, сноукаттинг и крылья. Основной дисциплиной чемпионата мира является курс рейс – гонки с движением на ветер и под ветер. Дополнительными при благоприятных погодных условиях станут марафонские гонки и заезды на скорую. Кроме того, в этом году в соревновательную программу включен кайт-фристайл. За медали сразятся почти две сотни спортсменов из России, Украины, Эстонии, Франции, Чехии, Германии, Канады и Австралии. Среди заявившихся участников есть и знаменитый французский чемпион Дидье Бота. Для любителей зимних видов парусного спорта тоже пройдут соревнования, правда, до этого им мастер-класс покажут чемпионы. Несмотря на неудачный очередной сезон, «Лада» будет выступать в континентальной хоккейной лиге, заявил об этом одному из интернет-изданий вице-президент клуба и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. «Лада» плетется в хвосте турнирной таблицы Восточной конференции за шесть матчей до завершения регулярного чемпионата, сохраняя только теоретические шансы на выход в плей-офф. На протяжении всего сезона команда испытывала финансовые проблемы, были многомесячные долги по зарплате перед игроками. Но в конце декабря стало известно, что «Лада» получит финансовую поддержку из бюджета Самарской области в размере 270 миллионов рублей. Крылья советов только готовятся к футбольным баталиям. Футболисты провели первый тренировочный день, на втором сборе игроки утром занимались физподготовкой в тренажерном зале, на фитнес-программу ушло полтора часа, вечером футболисты провели игровую тренировку. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой! На этом наш выпуск завершен. Удачи вам! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok